Радиостанции Бизнес-ФМ, телеканал РБК и деловой журнал Статус представляют совместный проект Высшая Лига. Добрый день, с вами Юлия Дорн и сегодня у нас в гостях Евгений Пичковский, человек со множеством статусов, званий, регалий. Но для бизнес-среды Евгений Пичковский прежде всего член стратегического комитета независимой лаборатории Инвитро. И поэтому сегодня мы будем говорить о том, насколько просто сегодня работать на рынке лабораторных медицинских исследований, как развивается компания Инвитро и о здоровье в главном ресурсе каждого из нас. Высшая Лига. Досье. Досье. Евгений Пичковский, член стратегического совета независимой лаборатории Инвитро. В 1986-м закончил физико-математическую школу при НГУ. В 1993-м году факультет естественных наук Новосибирского государственного университета по специальностям биохимия, молекулярная биология, генная инженерия. Работал в Институте молекулярной патологии и экологической биохимии СОРАМ. Кандидат биологических наук. Автор 12 научных работ. Вице-президент Новосибирской областной ассоциации медицинской лабораторной диагностики. Член Президиума Федерации лабораторной медицины России. Дважды удостоен премии «Человек года в медицине» в Новосибирске. Высшая Лига. Евгений, добрый день. Добрый день, Юлия. Сегодня вопрос, как жить долго и счастливо, постепенно из разряда философских переходит в категорию медицинских. Как вам кажется, насколько каждый из нас сегодня может контролировать, так скажем, качество и продолжительность своей жизни? Я думаю, что есть две ипостаси. Можно жить долго и можно жить счастливо. А когда долго и счастливо, это, в принципе, в наших силах все это сделать. Но для этого нужно каждому из нас немножко больше знать о своем организме. Поскольку задача жить долго и счастливо фактически у каждого организма, она по-своему запрограммирована в генах. И в зависимости от этих генов, и не только генов, но и того, как устроена наша эпигенетика, значит, это управление надгеномным здоровьем, нашего управления организмом на надгеномном уровне, в зависимости от этого надо варьировать свое поведение в мире. Наверное, так, если в общем ответить, потому что есть методы. Кто-то там капустные листы к голове прикладывает, кто-то там в лес уезжает жить. Много-много вариантов. Кто-то ест, значит, сырые только овощи. Каждый по-своему сходит с ума, но не факт, что эта дорожка ведет к долгой и счастливой жизни. Вот вы сказали, нам нужно знать больше о собственном организме. Какого рода информация, в каком объеме нам необходима для принятия таких решений? Мы, на мой взгляд, знаем очень мало. Даже какие-то элементарные вещи не знаем, достаточно ли в организме йода или достаточно ли витамина D. Мы живем в малосолнечном регионе. Вот что о себе нужно знать точно? Ну, что о себе нужно знать точно? Сейчас такие условия в мире, что люди, многие даже не знают, какое у них давление в шинах, но на машине ездят. То есть, не знаю, как двигатель устроен, но, в принципе, машина рулится и рулится. Возможность поломать эту машину, она всегда существует. Так же, как с организмом. Соответственно, знать надо фактически о себе. Ну, первое, то есть, у вас у всех там дедушки, бабушки, прабабушки. Есть наследственные какие-то заболевания, о которых, конечно же, надо знать. Для этого нужно расспрашивать родителей и, значит, родственников. То есть, наследственность – это важно? Наследственность – это важно. Потому что вся информация записана в ДНК, значит, о нас и том, как она передалась вам непосредственно, от родительской ветки и от материнской. Каким образом она записана у вас, от этого зависит очень многое. Допустим, человек считает себя абсолютно здоровым. Как часто он должен проходить некий вот этот чекап каких-то исследований и получать новую информацию о себе? И что этот чекап должен включать? Мы, собственно, никто не знаем, что проверять. Ну, как у нас в диагностике говорят, что не бывает абсолютно здоровых людей, а бывают недообследованные. Это действительно так. То есть, алкоголики тоже считают себя абсолютно здоровыми и нормальными. То есть, даже здоровее многих. Но, тем не менее, присутствует вариант. Но есть такие для абсолютно здоровых. То есть, как бы есть чекап, который надо соблюдать. Вы мне задаете вопрос, какие надо задавать анализы. А я вам тогда задаю вопрос, а в каком возрасте, какого пола человек там? И в какой среде живет? То есть, где он находится? И были ли какие-то... Много вопросов, которые навигируют человека, какие ему надо сдавать, даже если он чувствует себя абсолютно здоровым. Но есть общий анализ крови надо сдавать. ЛТСТ, то есть, как бы это печеночные ферменты в биохимии, которые показывают, кажется, что печень не болеет. А на самом деле там... Ого-го! Всякая может быть печень полполости занимать. Банальные там глюкозу, там холестерин. Причем холестерин лучше ли там липидный профиль смотреть. Наличие хорошего, плохого холестерина. Соответственно, ТТГ. В наших условиях там витамин Д смотреть, потому что мы в дефицитном регионе живем. И там, ну, для мужчин это ПСА, свободный ПСА и, значит, тестостерон. А для женщин ЛГФСГ и астрадиол. Ну, например. Вот это такой небольшой чекапный профиль. Это что, годовой чекап? Ну, да, примерно. То есть, надо регулярно за собой наблюдать. Ходить, сдать, смотреть в норме, не в норме. Есть общее ощущение, да. А сегодня вроде все хорошо, а завтра ты уже на кладбище. Например, тот же там, если не следить за глюкозой, то если следить за глюкозой и видеть, как она, значит, уходит к верхним границам, то можно предвратить диабет. То есть, как бы, просто изменив поведение. Так же, как там многие, значит, вещи можно предотвратить, изменив стереотипы движения. Вот. Изменив стереотипы питания. Вот. Можно предотвратить развитие многих серьезных хронических болезней, которые потом уже развернуть вспять нельзя. Что сегодня собой представляет компания InvitroSibir? Как она развивается и какие горизонты будет покорять в ближайшее время? Ну, горизонты, они очень большие. Мы в этом году забрали под себя еще и Дальний Восток. Вот. InvitroSibir – это вторая компания в группе компаний Invitro. По обороту, то есть, ну, примерно в этом году у нас где-то 1,8 миллиарда будет где-то оборот. И мы покрываем часть регионов Сибири. Это мы сейчас забываем Омскую, Томскую, Кемеровскую, значит, Алтай, Хакасия, Тува, Красноярский край, ну, Новосибирская область, естественно, Иркутская область, сейчас забрали себе Приморье и Читу. Везде вы так же широко представлены, как в Новосибирске, или нет? Нет, не везде мы так широко представлены. У нас просто управление и лаборатория единая, вот на всю Сибирь. Раньше не было логистики, да, у нас все очень много, что завязано на быструю логистику, и там в каких-то регионах мы не могли обеспечить эту логистику в Новосибирск, и возили в Москву, то есть, например, с того, что Владивостока, там, представляете, сколько там это, лететь из Владивостока до Москвы, а до Новосибирска по пути, примерно, и мы можем быстрее обеспечить выполнение анализов, и быстрее приходят результаты людям, потому что инвитро, это на сегодняшний день, получается, у нас 120 примерно медицинских офисов, то есть, вот точек, где берется кровь, порядка там 300 или 400, значит, корпоративных клиентов, то есть, которые работают с нами, это медицинские центры, мы всегда работаем с лучшими центрами, которые заботятся о своих пациентах. Традиционно в советской медицине это было все в одном где-то месте? Нет, всегда была, точек, как бы, лаборатория в советской медицине была между кухней и моргом, то есть, вот, это была такая пара медицина, где, значит, какие-то там пробирками, в общем, не очень уважаемые докторами, высшая степень врачевного качества, это был хирург, который вот действительно на передовом фронте, а эти какие-то там, от них ничего не зависело, а сейчас в век цифровой медицины все больше и больше решений принимается на основании именно точных анализов. Те же эндокринологи вообще без лаборатории жить не могут, это вообще их основной хлеб и основной их источник данных. И вся страховая медицина, то есть, правильность решения должна быть подтверждена анализами. Евгения, вот как получилось сделать такой успешный бизнес-проект на том, за что люди ментально не привыкли платить? Люди, для того, чтобы понять, когда мы пришли на рынок и было много, скажем так, шарлатанства в этой зоне, а мы пришли и сразу все сказали, что мы хотим, чтобы вас лечили именно от того, чем вы болеете. Мы открывались на базе института туберкулеза, как-то института туберкулеза повезло, у него достаточно узкая специализация, а в один год тогда что-то, по-моему, Билла Гейтса накрыли на налогах, то есть, и он выделил на борьбу с туберкулезом, не помню, то есть, там, 18 миллиардов, то есть, как бы, долларов и по всему миру распределились, они и досталось чуть-чуть новосибирскому институту туберкулеза. Вот, закупили оборудование, что с ним делать не знали, и возникло, давайте сделаем качественную лабораторию, которая будет работать для людей. И вот тогда же мы сделали эту лабораторию, начинали вот очень сложно и тяжело продвигать именно того, что надо делать качественные анализы, тогда у вас будет результат лечения, да, будет обеспечен. К этому приучали людей достаточно долго, и вот, я считаю, что как результат выстроили нету сетку, и первый раз, вот, звание, там, человек года в медицине я получил в 2007 году, когда мы закончили 85% частных медицинских центров, работало с нами, как с лабораторией. Вот, смотрите, вы могли остаться навсегда вот этой лабораторией какой-то экспертного уровня для избранных, да, стоить могли ваши анализы очень дорого, приходили бы туда, там, не знаю, единицы людей по каким-то особенным направлениям, а вы превратили, собственно, свою сеть в аналог, ну, в аналог более удобный и простой того, что существует на государственном уровне. Ну да, там как раз в определенный момент, вот, примерно, в этом же 2006-2007 году пришло понимание, что нужно быть ближе к людям, и как работать напрямую с пациентами, а не напрямую с медицинскими центрами. Я объехал все лаборатории в России, не только в России, и в Украине, и в Казахстане, и в Белоруссии, и в Германии, и в Бельгии. Посмотрел, как делается, к этому времени решение было только вот у компании «Инвитро» московской, вот, и придумал там эту форму, значит, Фархад Агеев, ныне не работающий уже в компании, и, значит, эту тему развивал вот Сергей Амбросов, который тоже сейчас уже в компании не работает, был генеральным директором долгое время, развил сеть, и он придумал вообще медицинский франчайзинг как тему. Это вот эти точки близко к людям, значит, где только берут кровь, и оттуда везут ее в лабораторию, минимум. То есть, был принцип, что мы не лечим пациента, чтобы у людей не было сырно, что с них хотят взять больше денег, назначить лекарства, а на самом деле ничего нет. Мы только выдаем информацию о здоровье. Это была первая установка, с которой РИЭД работал. И мы начали переговоры с московской компанией, объединение, я был инициатором как раз этого, мы не только с ней, мы совсем там было к тому времени пять лабораторий, которые были заинтересованы прийти в Сибирь. И мы выбрали, я конкретно выбрал компанию «Инвитро», с которой мы вошли в партнерские отношения, и здесь, на территории, стали развивать вот эту сеть медицинских офисов. Формат был такой новый, и поэтому все не очень гладко шло. А вы помните, как раз хотела спросить об этом, вы помните, как эта бизнес-модель себя показывала, как рос поток пациентов, вообще, как это развивалось? Там было два, значит, две темы. Первый, то есть поток пациентов, было принято в лабораторном мире платить врачам за то, что они назначают анализы в какую-то лабораторию. 60% от стоимости анализа они выплачивали в виде вознаграждения врачу обратно. Это вот такие лаборатории, которые вообще не делали анализов. А при высокой стоимости реактивов это вообще никак нельзя было делать. И самое сложное было отказаться от того, что мы платим врачам, у нас было принципиально. А второе, то есть как бы здесь было очень сложно. У нас, например, был на тот момент оборот порядка 10 миллионов в месяц. Он упал в половину. Когда мы начали модель развивать, сильно возросли затраты. И было некоторое время очень сложно. Пока, то есть как бы я не переключил менеджмент, мы набрали совершенно другой менеджмент, который умеет работать с врачами напрямую, то есть как бы объяснять. То есть мы взяли, тоже применили, сделал новый ход. Я взял менеджеров из формации, то есть как бы из аптечного бизнеса. Я взял финансового директора и директора по продажам из аптечной среды. И как раз мы начали работать по схеме аптек. И это позволило наполнить наши офисы пациентами, когда люди поняли, что они могут напрямую приходить. Напрямую приходить, сдавать то, что они хотят, или то, что им врач назначил. Потому что хронические, например, пациенты, которые имеют хронические заболевания, типа диабета, или там дисфункцию щитовидной железы, они знают уже, что им надо сдавать, что им надо контролировать. Или те, кто на препаратах сидит, или у кого-то со свертываемостью крови непорядок. Они все это знают. То есть они приходят, как они говорят, а мне, как обычно, как в ресторане, в хорошем. И мы уже знаем, что у них принимать. Плюс еще несколько моделей внедрили. Например, выезд к пациенту на дом. Это есть люди, которые малоподвижные. Те же, кто, например, после операции лежит в НИТО. Или просто не хотят сидеть там в очереди, или куда-то ходить. К ним приезжают по графику, забирают в нужное время. Особенно есть люди, которые натощак не могут прийти. И очень сложнее будет. То есть сервис стал ключевой, собственно, пищей. Да, мы стали обучать сестер, чтобы сразу было видно разницу между больницами, где бесплатно. Без доли эмпатии. Да, без доли эмпатии. Как сложилось у нас в регионе, что рынок лабораторных исследований не стал какой-то вот жесткой конкурентной средой? Вот я тут поспрашивала знакомых, и никто, в общем, не знает никаких громких сетевых брендов, кроме инвитро, по большому счету. Ну, я бы так поспорил сейчас. Становится, как любая вещь, со временем становится успешная вещь, успешная бизнес-модель становится очень конкурентной. Так и сейчас. Мы просто были самой крупной сеткой до инвитро, с приходом инвитро мы стали самой крупной и успели занять здесь достаточно большую долю. Например, если бы вы спросили в Омске, например, то там вам 80% сказали, что они делают анализы в КДЛ-тесте. Там ОМС-тест есть такая сетка. Они там были раньше нас, они там достаточно жестко и хорошо работают. То есть, вот в Омске мы не номер один. Там есть еще другие регионы, где есть другие сетевые бренды. У нас тоже они есть. Сейчас все жестче и жестче становится конкуренция в этой зоне. Например, 7 крупных сетей, первые 7, которые присутствуют почти по всей территории. Россия в разной пропорции. Это можно назвать Хеликс, то есть КДЛ-тест, Гемотест. Мы всегда за то, чтобы пациент выбирал, куда идти, где сдавать и кому верить. Естественно, складывается еще и то, что люди, которые постоянно... Результаты должны быть сравнимы, выполнены на одних и тех же анализаторах, с одними и тем же референсными пределами. И тогда исследования у тебя будут... Сегодня это регламентировано? Сегодня это нигде не регламентировано. Она регламентирована референсными пределами. Немногие лаборатории дают данные о том, на каких приборах выполнены анализы. Потому что технологии у нас и у некоторых наших конкурентов сильно отличаются. Как будет развиваться лабораторная диагностика? Вот еще недавно... В мире? В мире, да. Вот еще недавно все ходили там и беременность подтверждали в лаборатории. Сегодня тестом на беременность никого не удивишь. Может быть, вскоре мы будем в супермаркете покупать какие-то системы и сами себе делать анализы? Ну, такие уже варианты есть. Это значит, в эту сторону это называется гаджетизация. Это специальные вот эти тест-системы быстрые. Они по многим параметрам, по жизненно важным уже развиваются. Я знаю, что есть система по определению был ли энцефалитный клещ или не энцефалитный. Вы можете посмотреть. Есть по глюкозе специальные глюкометры. Есть импедансные датчики, которые примерно определяют содержание сахара в крови. Есть специальные дозаторы того же инсулина, которые ты можешь сделать. Они в нужный момент будут вводить. Вот эта гаджетизация. Пока этим быстрым тест-системам они очень мощно развиваются, особенно в том же Китае. Им пока все-таки не хватает точности. А тем, которым хватает точности, они сильно зашкаливают по стоимости. Пока этот разрыв между стоимостью и точностью не пройдет к норме, это не станет общедоступным и применимым. Но в принципе я вполне вижу, что сейчас идет первая большая информатизация, в том числе лабораторной медицины. Это все развивается. Пока по качеству... Конечно, будут анализы, проведенные сразу же после взятия крови. Они, наверное, наиболее точные. Но сейчас и транспортная система развивается. Поэтому мы можем хоть с Владивостока возить. Мы первые научились делать, соблюдать режимы. Там у нас в каждом коробке лежат специальные датчики, которые показывают, чтобы не переморожено, она была не нагрета. и так далее. За всем этим следит специальная служба. И приезжает термос из Владивостока. Флешку из него подключают к компьютеру. А по себе дешевле, чем построить лабораторию во Владивостоке? Самая большая сложность, это даже не построить лабораторию. Это стоит просто денег определенных, порядка 5 миллионов долларов. Второе, самое сложное, это найти квалифицированный персонал лаборатории и его содержать. Обеспечить его потоком. То есть, как будто хорошая большая лаборатория, она может перерабатывать большие потоки анализов. И тебе, ты можешь более производительные машины ставить. Экономически оправданно. Да, и это более экономически оправдано, потому что все-таки площади и люди стоят дороже всего. У нас сейчас порядка 200 врачей-лаборантов работает в Новосибирске. И думаю, что скоро мы будем на круглосуточный режим как в московской лаборатории выходить. Потому что у нас дальние регионы прибавляются. И это такая очень плотная загрузка лаборатории. Ну, оборудование на то есть оборудование, что оно должно работать 24 часа. Евгений, последний вопрос. Какие три привычки должен воспитать в себе современный человек, чтобы стать чуть-чуть хотя бы здоровее? Ну, я думаю, что прежде всего чувство юмора нужно воспитывать, потому что без юмора в наше время не прожить. Есть такой юмор и самоирония. Потому что тяжелее всего болеют люди, которые воспринимают себя всерьез. Дальше, я думаю, что здоровое любопытство. То есть надо развивать себе как привычку. Потому что нужно ли выяснить, кто ты, что ты, из чего ты состоишь и как этим управлять. То есть надо учиться управлять собой. Своими возможностями. То, что вам природа дала, этим можно управлять. К каждому свои правила подходят. Их просто нужно для начала знать. Ну, и да, надо заниматься тем, что ты любишь. Вот иначе ты попадаешь в стресс, если ты делаешь нелюбимую работу, там живешь с нелюбимой женой, то есть вокруг тебя коллеги, которых ты ненавидишь и тебя ненавидят, то есть долго ты не протянешь. Либо тебя кто-то отравит, как скрипаля, то есть каким-нибудь коктейлем. Либо собаки в лесу закусают. В общем, любите то, что вы делаете. Да, вот любовь, это на самом деле, это да, то, что делать, и вас будут любить. По ком? Люди подтянутся. Потому что социальный фактор, это очень важная часть, вот это показывает, что человек без окружения, без вот этой любви со стороны внешних, без вот встроенности, он не очень многого, значит, даже известный тернеровский эксперимент, когда он там отбирал людей с IQ выше 200, вот, и пытался их воспитывать. Они в основном социопаты все, то есть как бы фактически никто ничего не добился из них. Там он делал будущее Америки, там он, значит, 25 лет за ними следил. Ну да, то есть как бы гении там, добились только те, у кого были хорошие родители, хорошие отношения в семье, то есть как бы, значит, и хорошее финансовое обеспечение. То есть они смогли получить доступ, кто-то умел договариваться с другими преподавателями. То есть один из там вот таких просто гений, человек, который там, не помню, какие-то восьмизначные цифры перемножал в уме, он не смог закончить университет. Потому что он не умел договариваться с преподавателями. Спасибо. Я напомню, это был Евгений Печковский, член стратегического комитета независимой лаборатории «Инвитро», кандидат биологических наук. Спасибо. Вышельника. Вышельника.